Всем привет, с вами Семья Масленниковых и это очередной блог с города Симферополя. Мы сейчас находимся возле ДКП, это Дом культуры профсоюзов. В последнее время тут была произведена реконструкция парка, сквера. Были произведены изменения и мы решили прийти сюда посмотреть, что тут поменялось и показать вам. Ну что, начинаем? Ну что, ребят, давайте проведем вам экскурсию. В начале нашего парка, где мы сейчас находимся, видно, что стоят электросамокаты, которые вы можете взять на прокат. Также расположены стоянки для велосипедов. Можете приехать сюда на велосипед и оставить и пойти прогуляться пешочком. Ну что, пошлите дальше? На нашем пути встречаются лавочки новые, которые недавно поставили. Ранее на этом месте было все пусто, не было столько новых посаженных деревьев, новые мусорные баки. Сейчас мы породимся с вами дальше. Увидите аллею, увидите парки для детей, люди гуляют с собаками. Все сделано для того, чтобы проводить полезный отдых. Что, надо влог снимать? Да. Я так пригрелась, так хорошо на солнце. Лавочки очень удобные, очень оборудованные. Прям приятно. Да, тут провели большую работу по благоустройству. Тут еще доделают фонтаны. Вон, видите, там проводят работы. Мне кажется, тут вообще круто будет. Вообще, показываются и шарики. Раньше данные объекты были расположены в детском парке. В детском парке появились новые объекты. А, сюда поставили и тоже прикольненько смотрят. Пойдем, Фаль? Пошли. Ребят, пойдемте, мы вам покажем сам Дом культуры. Ближе вы увидите, какой он старинный уже. И, видите, уже расположены объекты для того, чтобы провести в детском парке. Видимо, будут большие фонтаны прям подсветки, скорее всего. Доделают фонтаны, пойдемте на это смотрим. Мы еще снимем вечером. Мы сейчас находимся рядом с Домом культуры профсоюзов. И внутри находится театр, а также находится очень много кружков, куда родители могут отдать своих детей заниматься. Пойдемте пройдемся, посмотрим, что находится подлиже. Старое объявление, театр Ника, ведет набор. Очень много кружков. Театральная студия, фотографии детей, смотрим, 18-19 год, 17-й, 16-й. Все такое старенькое. Двери тоже очень старые, но такие прям красивые. Я думаю, если их еще реконструируют, немножко они снесут, не поставят пластик, а их просто обновят, то будет вообще круто. Ну, потому что такое нельзя накидывать. Пойдем дальше. Прямо так все зелено, да, слева так все пусто. Может, еще они добрались, да, ядовали не хотя бы. Сколько вам там, можете оставить свои автомобили. Мама, наверное, и папа оставляют автомобили, отводят детей на занятия, и все. Надо было собаки нам взять своих, погулять с ними. В следующий раз так и сделаем. Ого, это красиво. Вы можете заметить, что в сквере очень много спусков для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли слегка подняться, спуститься. Мама с колясками, дети на скейтах, на велосипедах. Это огромный плюс. Дальше собаки нам гайбиться. О, контент. Песель. Смотри, смотри. Что тут случилось? Ребята, вы можете заметить, что очень много выхода на новых деревьях. Имеются столбы с хорошим освещением. Жаль, что мы снимаем днем, так бы мы вам вечером показали. Но я думаю, мы еще снимем влог, когда реконструкция закончится. И вечером придем, покажем, как тут все освещается. Я думаю, будет очень красиво. Идем. Пройдем. Собакин с нами влог хочет вести. Все лишние ветки срезаны, чтобы, не дай бог, не упало ничего. Так аккуратненько, да, все смотрится. Да, очень красиво сделали. Я так понимаю, это только начало, так как они еще много хотят чего-то поменять. Видишь, еще провода, все не убраны, столбы полностью поменяли с сахарами. Есть еще некоторые моменты, которые еще будут делаться. Но сам уже начальный этап очень впечатляет. Мы вам покажем в этом видео, как ранее было на данном месте. Вы посмотрите, что ничего не было оборудовано настолько прям хорошо. И сделайте вывод. Ой, это такое название. А пойдем покажем детскую площадку. Мне кажется, это отдельная тропинка будет для велосипедистов, скейтеров. Какая детская площадка. Четыре штыра такое, я хочу тоже полагать. Я знаю, такие большие площадки, что у нас в Санкт-Прополе не видела. На площадке есть специальное покрытие, чтобы дети себя не травмировали. Потому что, если она попадает на бетон, это будет не очень хорошие последствия. Все. Как тебе такая реконструкция? Офигенно. Типа по ней можно лазить, да? Не реконструкция, а конструкция, если можно сказать. Ну ладно, все мы можем уже лазить. Да. Погомариваться. Ой, ты маленький. Я бы здесь лазила. Постоянно. Валя нашла себе место в этом парке. Я бы такая лазила наверх, и там бы валяла. Очень много людей. Дурашка. Офиг приходит, да, и он на нас сел. Сидел. Короче, когда у меня будет ребенок, я буду приводить такие площадки вместе с ним дурашить. А то сама, если я буду приходить, буду думать, что это не так. Ну что, мы идем дальше. Впереди нас ждет баскетбольная площадка. Слева у нас площадка для занятий спортом. Да, там турники, брусья, кольца, он я вижу. К сожалению, уже баскетбольная гонкозка Маля. Вот насколько, да, современные дети не ценят путь других людей. Сделайте все для вас, а вы будете все ломать. А, оно не сломано. Оно снимается. Или сломано? Сломано. А, я думаю, оно снимается или же это да? Нет, вон оно вырвано, видишь, сверху. Да. Ну что сказать, вандалы. Вандалы, это не такие люди. Это люди, которые другое скорняют. А это просто дурашки. Идти надо... Таким людям. А пойдемте, я вам покажу свои спортивные способности. Думаю. Если я что-то сломаю, сразу говорю, я не виновата. Ну и что. Они меня выдержат? Да. Так, что тебе еще показать? Пресс можешь покачать. Вот это пресс? Да. Там наверх ноги. Цепляешься. Ой! А как ты плачешь? Все? О, как пресс не лежать. Ну а пресс? Давай качай. Ты знаешь, как классно. Вот тебе Леха даже страшно полежал. И понял, какой это кайф. Боже, а вы на него откроетесь? Смотри. Какие самые способности? Ха-ха-ха. С девочкой я уехала. Спасай. Давай. Я у него сейчас. Давай. Так, что же я тебе показать? Одна же мама с вами. Это для чего? На шпагат садится? Я уже не в том возрасте. А это, наверное, ходить, да? Да нет. Можно упасть с нее. Для чего? Может, ноги загибать тоже пресс делать? Нет. Ты бумаг. Ты так. Мне кажется, подписчики подумают, что мы совсем не в противность у меня. Ну, по крайней мере, точно я. Нет, я очень в противность. Ну, пора это менять. Начнешь теперь тоже спортом заниматься. Нет. Я могу садиться. Вот так поделать. Это будет самый смешной круг. Самый спортивный. Короче, все. У меня спортивный какой-то. Ну, знаешь, я хоть на себе понять, что это такое. А это для чего? Вот так тоже. Брусья делать, наверное. Я ударилась. Это не для этого, Зай. Мне кажется, что... Это брусья, это отжиматься. В смысле, если то отжиматься? Вот, вот так. Ну, типа, берешь и отжимаешься. Для маленьких детей, видишь? Я думала, это промаялась ей. Со синейкой. Вот так, что ли? Ноги внутрь. Куда ноги? Внутрь ноги. Вот и отжимаешься. Так. Отжимаешься. Вот так. Но отжимай мне-то вот так. Ну, ты большая уже, мне кажется, для этого. Так это же для больших. Это для детей маленьких. Какое для детей? Для самых маленьких. Не, ну ты тоже маленькая. Может, это вот так? Так. А вот это хорошо, ладно. Это хорошо. Висеть на одной руке. Какой тут кабан полиции. Смотри. Неужели потому что сна наступила? Хоть можно почувствовать тепло? Менее птичек. Все цветет, все пахнет. Все настолько красиво. Ну, я думаю, что еще немножко будет похолодание. Ну, надеюсь, не такие, как были у нас недавно. Был дождь постоянно, холодно. Надеюсь, что крымская погода нас не радует. А то нам нужно снимать вам блоги. Мы давно не снимали. Просто были некоторые обстоятельства. Вот. Но сейчас мы наверстаем упущенное. И думаем, что в скором времени мы выпустим по максимуму блогов. Да, Заяц? Да. Сделаем спойлер нашего следующего видео. Нет, 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 нет. Ну, хотя бы чуть-чуть интригу. Нет, нет. А интрига? Нет. Зарезать мне будет интересно. Я скажу так. Это будет приобретение чего-то нового. Того, что у нас не было в жизни. И тому, чему мы шли очень долго. Да? Да. Я думаю, что мы завтра пойдем в одно место. Еще снимем немножко влога. Чтобы выпустить на этой неделе побольше. Чтобы наши подписчики могли увидеть. Крым. Да? А потом мы выпустим наш влог уже такой, семейный более. Так, ну что, мы подошли к последней локации. Это скейт-пар. Посмотрите, как хорошо он оборудован. Дети вон все катаются. Занимаются своим любимым хобби. Дети вон все катаются. Ну что, ребят, вот наш влог подходит к концу. Мы надеемся, что вам понравилось. Ведь мы провели вам экскурсию по новому варку, который расположен у нас в Санкт-Перрополе. Он недалеко находится от Гагаринского парка. Кстати, предыдущий влог можете посмотреть у нас на нашем канале. Да, ссылочка будет у нас. Ну что, если вам понравился влог, ставим палец вверх. Подписываемся на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших новых влогах. Так как у нас впереди их будет еще безумно много. У нас безумно много планов. И вы это все скоро увидите. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok